МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия шокировала всех, кто не практикует елись. Днепровские кручи содрогнулись от словесных манипуляций Владимира Путина о том, что крестил святой Владимир Русь не в Днепровских водах, а в Крыму. И будто именно на этом духовном основании предки россиян почувствовали себя единым народом. Для цивилизованного мира подобные искажения истории Киевской Руси стало очередной попыткой обосновать московские претензии на Крым. А для украинцев и белорусов доказательством окончательной реанимации российского имперского шовинизма. Впрочем, началось все как минимум тремя годами ранее, когда в марте 2011-го Дмитрий Медведев подписал бумагу, названную указом о праздновании 1150-летия зарождения российской государственности. С точки зрения историков, прецедент сенсационный, ведь до этого десятилетиями советские школьные учебники рассказывали о государстве Киевская Русь с центром в Киеве, чья культурная и духовная традиции провозглашались общим наследием украинцев, белорусов и россиян. Сосредоточимся на сакральном обосновании, которое первое лицо государства заложило под аннексию Крыма. История крещения Руси имеет много версий. И то, что Владимир крестил ее в Корсуне, исторически не доказано. Большинство исследователей считают эту историю прекрасной легендой, а новоявленный миф не более чем стремлением России выдать желаемое за действительное. В частности, известный общественный церковный деятель Диакон Андрей Кураев акцентировал, «Предание российско-украинскому конфликту имиджа сакральной войны за обладание гробом Господним за купель святого Владимира приводит к тотальной героизации своих боевиков и столь же тотальной демонизации недругов». А это очевидная эскалация конфликта. Но что самое главное, даже в простом украинском селе есть святыни более значимые и намоленные, нежели руины Херсонеса, не считая необычайно значимых в своей сакральности Софии Киевской, Почаевской и Киево-Печерской лавры. Вера всегда считалась основой моральности человека. В свое время без христовой веры не поднялась бы с колен украинская нация и не предстала бы перед миром украинская церковь. «Бог и Украина» у запорожского казачества был клич «за православную веру и мать Украину». Меж тем идея создания украинской церкви долгое время пребывала в подполье, но как только вопрос касался возрождения нашей государственности, именно она становилась составляющей, позволяющей обосновать логичность всех последующих процессов. Иногда нас упрекают, а многие идеологи утверждают, что если бы Киевская Русь не крестилась, то не знала бы татаро-монгольского нашествия, которое привело к ее погибели. Я считаю это несправедливым. Только христианство, которое избрал мудрый политик князь Владимир, в свое время позволило консолидировать Русь, впитав в себя этническую составляющую, и оно стало киевским христианством. В 1992-м на первом году украинской независимости в результате объединения части общин Украинской Православной Церкви и Украинской Автокефальной Православной Церкви образовывается Украинская Православная Церковь Киевский Патриархат. Оппоненты, очевидно помня слова апостола Павла, что нет власти, которая не от Бога, со временем стали исповедовать принцип лояльности к украинскому государству. Наследуя практику, украинская автокефалия стремилась максимально соответствовать прогрессивным духовным стремлениям общества. Приверженцы считают ее правоприемницей киевской митрополией, которая пребывала в юрисдикции Константинопольской Церкви. Поэтому сегодня, когда речь заходит о возможном объединении украинских церквей, Киев рассматривает этот процесс исключительно как воссоединение, а не поглощение, которое отстаивает Москва. Считая киевских коллег раскольниками, она неоднократно заявляла, что готова принять их под крыло Российской Православной Церкви простыми верующими и исключительно через покаяние. Независимому государству нужна независимая церковь. Ведь противоречия, существующие в современном православии, возникли не сегодня, а имеют глубокие исторические корни. Конечно, насильно объединять церкви не нужно, потому что насилие порождает лишь насилие. Но я уверена, рано или поздно украинское государство получит единую православную церковь. В духовной жизни современной России другая тональность. Я священник, а ты кто такой? До рукоположения они обычные люди, не лишенные человеческих слабостей. А как рукоположили, так извольте относиться к батюшке, словно к небожителю, даже в среде себе равных. Вот только в Евангелии нет указания на превращение священника в Российской Православной Церкви в касту с особыми благами и далекими от остального христианского народа интересами. На что же ориентирован российский церковный дух сегодня? И в чем наше отличие? Академические научные круги дают исчерпывающий ответ. С самого начала зарождения христианства в древнекиевском варианте ему были присущи собороправность, то есть избирательность органов церковных иерархий, демократичность и, наконец, так называемая софийность, обращенный в себя оплот мудрости и добра. Московское же православие всегда отличал хваленый цезарепопизм, дословно означающий, что в Москве цезарь, глава государства и глава церкви, практически одно и то же лицо. То есть доминирование светской власти над религиозной и постоянная диктовка российской православной церкви своих политических амбиций. Возникает вопрос, когда и под чьим влиянием все изменилось в православном московском царстве? Оказывается, после упразднения Петром I патриаршего правления. Позже все российские императоры автоматически становились главой российской православной церкви. Так было вплоть до революции 1917 года, когда церковь была отделена от государства и возродился цезарепопизм уже в современной России, когда политики и церковь стали работать на одну идеологию, в корне отошедшую от христовых заповедей. Оставаясь в плену советских ориентиров, мы наивно полагали, что враги могут быть на юге, западе, и никто не думал, что Каин – это восточный сосед Украины. Нужно определиться, ты Христов или Антихристов. Сегодняшние события разделили, как считалось, близкие по духу два государства одной купели Крещения и делают их не то что разными, а антагонистически разными. Это свидетельство того, что что-то не так в нашем славянском мире. Подобное утверждение небезосновательно. Несколько лет назад в российских социальных сетях шквал негодования вызвало высказывание патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он сравнил славян с людьми второго сорта. А кто такие были славяне? Это варвары? Это люди второго сорта? Это почти звери? Вообще история российского православия темна и запутана. Как тут не вспомним слова известного российского религиозного и общественного деятеля Глеба Якунина, который утверждал, что «религия в России умудрилась перекроить направленное на совершенствование личности христианства в культ мракобесия и ханжества?» Во времена Сергия Радонежского это была свободная церковь. Для средневековой Московии шансом для ее реформирования и приближения к евангельским истинам была идея нестяжательства. Но победило противоположное течение, и церковь стала государственной, что в 17-м аукнулось не только Россию, но и всем нам. Потому что если бы церковь была церковью действительно и в предыдущие годы и так далее, то, естественно, никакие большевики с ней бы не смогли сделать того, что они сделали. Еще недавно подобное рассуждение можно было услышать и в России. Но эра здравомыслия длилась недолго. Под давлением насаждаемой неосоветской идеологии позиция думающих людей начала претерпевать изменения. Год от года все дальше удаляясь от истины. После Октябрьской революции 17-го года Российская церковь пыталась стать чем-то, но большевики ее перемололи. И возродилась она номинально лишь во времена Сталина, который превратил величественный по своей духовной сути институт в составляющую часть своего идеологического аппарата. Достаточно найти в интернете и почитать панигирики церковных иерархов тех времен в адрес товарища Сталина. Это то, за что церковь не покаялась, если бы она покаялась за это. А я думаю, что как церковь она бы только силу обрела. На протяжении всего 20-го века политика Москвы была направлена на духовную деградацию, размывание элитной прослойки общества, расстрелы и репрессии истинного духовенства. Нежелающие погибнуть или покинуть родину были вынуждены показательно похоронить в себе чувство веры, как и саму потребность в ней. Увы, церковь ассоциировалась в глазах миллионов людей, в том числе и верующих с репрессивным аппаратом. И ассоциировалась не случайно. Ведь что должен был делать священник, согласно закону еще Петром введенному? Он должен был доносить. Утверждение, что российский народ как-то особенно религиозен, ставил под сомнение и известный писатель Максим Горький. Большевистская революция, писал он, доказала ошибочность этого убеждения. В одно мгновение центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу. Подликование толпы, слепо уверовавшей в новую марксистскую религию, взрывались церкви и разрушались еще недавно глубоко чтимые монастыри. Когда провинциальные советы вскрывали нетленные мощи, писал Горький, народ относился к этим актам равнодушно, с молчаливым, тупым любопытством. Империи возникают с целью подчинять себе иные народы, поэтому, как только появлялась проблема независимости украинского государства, Москва начинала действовать в разновекторном отношении, один из которых неизменно был религиозным. Занятая по отношению к Украине позиция и освященная Российской Православной Церковью претензии на историю крещения Руси сегодня тоже являются частью продолжающейся гибридной войны. В такой ситуации невольно задумываешься о последствиях, которым может привести излишняя любовь наших политиков к Российской Церкви. Если мы посмотрим на историю этого вопроса, то давно известно, что украинский президент Виктор Янукович симпатизировал Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И это было хорошо видно. В Донецком Православном Храме находилась икона Виктора Януковича, которой молились. То есть президента поднимали до уровня иконы, хотя с точки зрения догматизации и иконописания это нонсенс. Тоже неотравленный российской пропагандой мир говорит и о фресках Гундяева, Московского Патриарха Кирилла, и об иконах новоявленного проповедника Владимира Путина. Февраль-март 2014 года. Аннексия Крыма и начало военных действий на востоке Украины. Очередная агрессия России заставила украинцев сплотиться, традиционно полагаясь на Бога и собственные силы. И пока глашатые Кремля вещали о необходимости разделения страны и направления сюда российских инструкторов, ставших основой армии самопровозглашенной Республики Малоруссия, к первой линии обороны со стороны материковой Украины подтягивались волонтеры и капелланы. Разве люди на востоке и западе хотят видеть свою жизнь несчастливой? Нет. И там, и там хотят быть счастливы. Спросите, а в чем тогда причина? А в разном мировоззрении. Одни говорят, что это земля украинская, а другие утверждают, что российская. Если бы это был верующий человек, он бы сказал, это земля, которую дал нам Бог. И этнические вопросы отпали бы сами собой, потому что мы славяне. Если бы все признали, что мы славяне и православные, это бы не давало поводов для дальнейшего противостояния. У нас же одинаковые ценности. Но если противостояние существует, значит, что-то нас все-таки разнит. Сегодня только в пределах Украины за Украинской православной церковью Киевского патриархата стоит более 14 миллионов верующих, которые уже никогда не захотят подчиниться Москве. Вопрос в следующем. Изменит ли это отношение мирового духовенства к Киевскому патриархату как к таковому? Ведь в случае объединения с Украинской православной церковью Московского патриархата одна из наибольших конфессий может стать важной составляющей мирового православия. С одной стороны, в поддержку такого решения выступают церкви, опирающиеся на евангельские заповеди и как вселенский патриарх, ратующие за примирение и объединение украинского православия в единую украинскую поместную церковь. С другой стороны, выступает российская православная церковь во главе с патриархом московским Кириллом, считающая себя Третьим Римом и делающая все, чтобы не допустить объединения украинских церквей в единое целое. Бог есть добро, и Он же есть правда. А значит, придет время, когда здравый смысл расставит точки над «и». И можно только догадываться, что ждет того, кто возводит ложь в разряд неоспоримых истин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok